Оу! Полегче! Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой, вы на канале с клиническим психологом и нутрициологом. И сегодня у нас с вами, друзья, новая темка, подтемка. Сегодня мы с вами говорим про аминорею и ранний климакс, и про все эти возможные проблемы. Друзья, я всегда честно делюсь в своих роликах либо своим опытом, либо своим личным опытом, либо опытом работы с клиентами. И честно говорю то, что я знаю, чего не знаю. Напоминаю, данное видео носит рекомендательный характер, ла-ла-ла, 3 рубля. Ну, в общем, поняли, что я должна сказать. Поехали! Друзья, ранний климакс, ранняя аминорея часто связаны с двумя симптомами, друзья. Это, конечно, физика и, конечно, психика. И физика и психика взаимосвязаны настолько, что вы даже себе не представляете. Так вот, ну мы помним там все, что гормоны строятся на нормальном белке, на железе, на витамине D, на магнии, на цинке. И там, и куча-куча всяких микроэлементов. И вы прям знаете, да, свой состав крови, состав там всего, лимфоцитов, тромбоцитов, пердицитов. И что хотелось вам донести и что хотелось вам сказать. Другой момент, другой незлачный момент. Жила себе девочка, девушка, у которой, в принципе, шли кое-как месячные. Она там менструировала, но потом что-то она там занервничала, что-то начало происходить в ее жизни. Она перестала нормально себя чувствовать, она перестала комфортно себя чувствовать. И происходит такой бах, момент стресса, постоянного стресса. Она не успевает либо спать, либо отдыхать, либо нормально кушать, либо двигаться не получается. То есть у нее полностью сидячая работа за компьютером, это тоже такой триггер. И она начинает чего? Впадать во что? Ну да, 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 подскажите мне. Это ранняя менопауза. И тут и гинеколог, и эндокринолог, и куча витаминов, и то, и все, и пятый, и десятый. Но не работает. Ну говорю, не работает. Приходит ко мне в консультацию. И что получает? Всегда я делюсь личным опытом. Вы помните, да? То, что я рассказываю, частично половина из этого было и у меня, и у моих клиентов, и то, с кем я работала, и с чем я работала. Десять лет пропуская через себя, да, работу с неврозами, с пограничными состояниями, с заработком денег, с переездами, с отношениями. Все, что я выпускала, какие мои видео, какие мои подкасты, какие мои клиенты, да, были, все это я знаю. И часть из этого была психосоматика. Часто была работа с головой и с телом одновременно. Почему? Потому что, когда вы чувствуете, что что-то происходит, и вам это не нравится, вам не нравится, как вы себя чувствуете, вам не нравится, как реагирует ваше тело. Это очень важно. И я бы сказала, что для девушки, которая или женщины, ну, все мы девушки, даже если нам далеко за 35, если она чувствует себя не очень хорошо, на что нужно обращать внимание? Всегда, друзья, во-первых, это что творится в ее жизни, как она работает, как она успевает себя закрывать в течение дня, как она добывает себе сама свою еду, да, которая ее или наполняет, или истощает, как она физически активна, есть ли у нее нутрицептическая поддержка, есть ли у нее вообще, в принципе, задачи по здоровью. Помогает ли она своей психике, ну, релаксации, ходит ли она регулярно к психотерапевту, ходит ли она к нутрициологу, который выписывает ей витамины и смотрит там вообще ее анализы. Как она себя ведет? И давайте комплексно, как можно помочь вот такой женщине? Во-первых, что я назначаю всегда своим клиентам? Вы помните, что я медицинский, да, клинический психолог, и здесь я смотрю на, всегда смотрю на психику и физику в целом. Если мы говорим про психику, то часто я обращаю внимание на все ее триггеры в жизни. Если это проблемы с работой, мы работаем над устранением данной истории. Если это проблема с заботой о детях, о муже, то мы работаем в этом направлении. То есть изначально мы строим базу с психикой. Второе, на что я обращаю всегда внимание, это рацион питания. Очень важно, друзья, очень важно. Мне говорят, ну, мне же еще там, мне можно, мне можно вообще делать, что я хочу, мне можно. Конечно, можно, но тебя йокнет не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. И не придет никакой святой Будда тебя отчитывать, пока ты сама свое тело не будешь держать в чистоте. Постоянно быть в системе очистки, это нормально, что это значит. Но мы получаем пестициды, всякую химию внутрь, и она накапливается, и это нормально, ее надо выводить. Как выводить? Движением, баней, сауной, кому можно, массажем, лимфодренажем, достаточным выпитым количеством воды, дотацией микроэлементов. Это все важно. То есть организм, он будет ехать на том, на что ты, что ты ему дала. Ты дала сегодня мозгу питание? Ну, спасибо, Аллах, будем для мозга делать гормоны, там, или что там делать, там, нейромедиаторы создавать. Дала для своих других органов питания? Ну, будем тебе, там, печени помогать. Ну, не дала? Ну, ладно, печень, подожди, завтра ты поработаешь. Дала для кишечника? Ну, да, будем кишечнику помогать. И это не значит, что у меня святой кишечник, там только пробиотики, пребиотики. Здесь у меня только в лимфе только то-то-то. Вот как это уже, вот знаете, приходят ко мне, бывает, в консультацию от чисто нутрициологов и начинают мне рассказывать. Я говорю, господи, да я все знаю. Все я это знаю и прекрасно понимаю. И гинеколог вам тоже куча всего. Вам важно научиться самой себе помогать. Что это значит? Я знаю свой белок, свой витамин D, B12, фолиевую кислоту, железо. Класс, поехали. Все нормально? Хотя, нормально. Я покупаю саплименты, которые я могу, ну, покупаю. И самое-самое главное, научилась ли я реагировать на стресс или нет? Если нет, в остальное можно выбросить. Почему? Ну, потому что, когда я испытываю какую-то точку триггерную, которая меня раздражает, меня бесит, я все, я все, простите, я пошла и выписала весь свой магний, группу B, и все, и у меня желудок уже не работает. Потому что сейчас у меня стресс, понимаете? А чем больше у меня сейчас стресса, тем хуже я себя чувствую. И опять все по новой. Опять эти анализы. Опять иди сюда. Нет, друзья. Я учу своих клиентов всегда. Релакс. Полный релакс, друзья. А если не релакс, тогда вам гуталакс. Я шучу, как всегда. В общем, если осознаешь, что нервничаешь из-за бывшего, из-за работодателя, ребенок опять там всрався в садике, это нормально. Но научись на это реагировать не аномально. Или твоя любимая кожа тела выйдет раньше времени на пенсию. Пенсии не надо. Не надо. Поэтому каждый раз, когда что-то происходит, ты учишься вырабатывать навыки стрессоустойчивости. Посмотри на эту тему видео. Я его для тебя снимала. Обалденное видео, в котором я проговариваю то, что нужно. И если хочешь выйти на пенсию со своими месячными как можно позже, то я тебе обязательно рекомендую навыки работы со стрессом, навыки работы с релаксацией и саплиментацией. Саплиментация. Что обычно? Ну, это вот то, что я назвала по тому, что ты можешь проверить. И всегда пытаться свой организм накормить правильно. Накормить, не перекормить, а накормить. Дать суточную норму белка. Дать, если чувствуешь проблемы с кальцием, пойти сдать. Если есть проблемы с витамином D тоже. Если нет антиоксидантов, так добавить их или с еды, или в витаминах. Смотри сама. И очень важно, очень важно, очень важно научиться отдыхать. Не отдыхаешь, опять все на смарку. Опять тело заводишь. Ты на канале с Аленой. Здесь мы говорим о самом главном. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Я тебя очень люблю и ценю. Приходи в консультации, пиши свои вопросы и будь активна. Пока-пока.